Всем привет, с вами Кик. Услышав слово «роботы», вы наверняка представляете себе что-то хотя бы отдаленно похожее на человека или животное. Однако в жизни это не всегда так. Форма, вид и размер робота определяются задачей, которую он решает. В информационном пространстве, в основном сетевом, понятием робот также называют программу, действующую автономно, то есть саму по себе, выполняющую определенную функцию. Например, поисковый робот-паук, сканирующий сеть, собирающий информацию, биржевой робот, самостоятельно участвующий в торгах по заданным параметрам, различные боты и другие программы. В реальной жизни роботы пока выглядят как неуклюжие механизмы из металла или пластика, которые с трудом взаимодействуют с окружающей средой, людьми и такими же роботами. Но ученые из университетов Вермонта и ТАФТСа перевернули это представление. Они создали роботов, полностью состоящих из живых клеток. Да-да, это по сути биороботы. Как вы уже поняли, сегодня будет очень интересно, так что садитесь поудобнее и начнем. Друзья, знаете без чего нельзя представить ни одну техноплюшку? Правильно, это ее аккумулятор. И порой в самое неудобное время наши гаджеты из-за нехватки энергии могут отключиться. Для таких случаев человечество придумало пауэрбанки, а продвинутое человечество пауэрбанк с использованием графена. Именно его вы сейчас и видите. Первый в мире внешний аккумулятор, созданный с использованием графена. Элекджет Аполло Ультра – это усовершенствованная модель, которая в 5 раз быстрее быстрой зарядки и имеет емкость в 10 000 мАч. Нам понадобилось всего 25 минут, чтобы воскресить наш смартфон на все 100%. Благодаря возможности сквозной зарядки он будет заряжать ваши девайсы, пока сам тоже набирает силы. Это стоящая плюшка с революционной графеновой технологией, которая за считанные минуты приведет ваши девайсы в чувство. Переходите по ссылке в описании. На данный момент биороботы имеют размер всего в 1 мм, но уже обладают уникальными свойствами. Они могут двигаться к нужной цели по команде, захватывать с собой груз, например, лекарство, и доставлять его в необходимое место. Биологическая конструкция также позволяет полностью самовосстанавливаться после повреждений. И если на первый взгляд кажется, что миллиметровый размер – это начальный размер, от которого биороботы будут только расти, то в реальности все в точности да наоборот. В перспективе уменьшения размеров таких роботов. Ведь микроскопические роботы могут, например, двигаться по сосудам, восстанавливая их. Представляете, каким потенциалом обладает эта развивающаяся технология? Ведь она может стать прорывом в таких областях, как робототехника и медицина. Для того, чтобы создать их, исследователи из Университета Вермонта разработали искусственный интеллект, способный моделировать совместную работу десятков тысяч различных комбинаций клеток кожи и сердца, если они будут существовать в реальном мире. Затем ученые из Университета Тафтса выбрали самое оптимальное сочетание и создали программируемый организм из стволовых клеток, взятых из эмбрионов лягушек. Исследователи обрезали периферическую область эмбриона, которая обычно развивается в кожу или сердечную мышцу в процессе роста. Затем они вручную разделили ткани на отдельные клетки и поместили их в чашку Петри. Получившийся организм движется благодаря сокращениям клеток сердечной мышцы. Они ведут себя примерно так же, как клетки человеческого сердца. Клетки кожи, в свою очередь, создают каркас, который удерживает клетки сердца вместе. У ксеноботов есть способности к самовосстановлению. Когда ученые повредили клетки кожи одного из роботов, он смог без посторонней помощи восстановить их и ликвидировать рану. После того, как все клетки соединились в единый организм, исследователи придали ему оптимальную для движения форму, смоделированную ИИ. Получившиеся роботы имеют микроскопический размер. Их ширина составляет около миллиметра. Несмотря на это, создание ксенобота – большой шаг в создании программируемых живых организмов, то есть совершенно новых форм жизни. Главный прорыв исследования заключается в придании смоделированной ИИ формы живому организму, то есть в переводе с языка компьютера на биологический язык, отмечают авторы работы. Ученые создали рецепт робота, который каждый раз выполняет одни и те же функции. В более ранних исследованиях ученые использовали генную инженерию и различные виды генерации ткани, однако никому из них не удавалось создать устойчивую и воспроизводимую модель биоробота. Существа каждый раз имели разную форму, а их функционал сильно отличался, поэтому использование ИИ для производства роботов из живых клеток имеет большое значение. Такие организмы можно воспроизводить бесконечное количество раз, без серьезных отличий. Ксеноботы не похожи на традиционных роботов, у них нет блестящих механизмов или роботизированных рук, они напоминают крошечные шарики движущейся розовой плоти. Исследователи говорят, что эта форма выбрана не случайно. Такие программируемые биологические машины позволят сделать то, чего не могут обычные роботы из стали и пластика. Традиционные роботы со временем деградируют, их детали и механизмы изнашиваются, а в случае с медицинскими роботами это может нанести вред здоровью человека. Роботы, созданные из живых клеток, напротив, являются безопасными для здоровья человека и исключают нанесение какого-либо вреда экологии, считают исследователи. Ксеноботов можно использовать для очистки радиоактивных отходов, сбора микропластиков в океанах или переноса лекарств по сосудам внутри человеческого тела. Ксеноботы выживают в водных средах без дополнительных питательных веществ в течение нескольких дней или недель, что делает их пригодными для внутренней доставки лекарств. Помимо этих непосредственно практических задач, ксеноботы могут также помочь исследователям узнать больше о клеточной биологии. Дальнейшие эксперименты по созданию биороботов дадут ученым представление о том, как клетки взаимодействуют друг с другом в различных сочетаниях. Да, биороботы могут подарить человечеству огромные возможности, но, как говорил дядя Бен, «с большой силой приходит и большая ответственность». Давайте для начала взглянем на это с этической точки зрения. Исследователи признают, что создание совершенно новых организмов поднимает много этических вопросов. Даже если эти организмы не способны думать или чувствовать в привычном понимании. По мере развития технологий научному сообществу, вероятно, придется выработать правила, обеспечивающие этичное отношение к организмам, подобным ксеноботам. При этом исследователи отмечают, что ксеноботы не являются организмами в привычном смысле слова. Они представляют собой набор клеток, которые реагируют на внешнюю стимуляцию. Но кроме этики не может не беспокоить и вопрос безопасности. Ведь программируемый организм в ненадежных руках может превратиться в биооружие при масштабном использовании. Сейчас же исследователи сосредоточены на развитии технологии, а не на использовании ксеноботов для решения медицинских или промышленных задач. В частности, ученые пытаются найти механизм, позволяющий клеткам четко взаимодействовать друг с другом внутри организма. Кроме того, инженеры экспериментируют с различными методами стимуляции роботов, в том числе электрическими и химическими сигналами. Для развития технологии ученым предстоит научиться более точно контролировать процесс роста и взаимодействия разных типов клеток. На данный момент, по словам исследователей, эта цель не выглядит легко достижимой. Как и печать ксеноботов из живых клеток на 3D-принтере в промышленном масштабе. Пока ученые не могут сказать, как технология будет развиваться дальше и с какими ограничениями могут столкнуться разработчики роботов из живых клеток. Биоробототехника уже получила свою отправную точку. Нам же с вами остается надеяться, что технология будет развиваться в пределах разумности и человечности. А как вы думаете, какое будущее ждет ксеноботов? Сможем ли мы с их помощью улучшить нашу жизнь или же разозлим нашу мать-природу и получим хороший подзатыльник? Пишите, что вы думаете об этом в комментариях и обозначите, с какой темой вы бы хотели еще познакомиться. А с вами был Кик, до встречи в следующем видео, пока!